Февраль 2022 года. Исправительная колония номер 10. Здесь мы встретились с осужденным Сергеем. Ему 27 лет. Свою фамилию просил не афишировать. Попал я в место лишения свободы за хранение наркотиков и распространение. Здесь в исправительной колонии номер 10 регионального ФСИН, таких как Сергей, треть ото всех сидельцев. Статья 228 Уголовного кодекса. Много рецидивистов. У нас сидят по судимостям два и более раз. И, как правило, у некоторых осужденных это также рецидив именно по незаконному обороту сбыта наркотиков. У Сергея это тоже вторая судимость. Приобщился к наркотикам я, когда поступил в институт и уехал жить в Москву. Так что мне было примерно 17-18 лет. Ну и на студенческих вечеринках, тусовках я попробовал наркотики впервые. Связался не с теми людьми, так сказать. И потихоньку стал употреблять наркотики. Потом все чаще и чаще. И в 19 лет меня впервые задержали. Первый срок – два года лишения свободы за хранение наркотиков. В 19 лет, попав в тюрьму, я, как сказать, не понимал, что я чего-то лишился или что-то загубил в своей жизни. Ну, не было у меня тех вещей, которыми я дорожил и которых лишился на тот момент. Поэтому я вышел и просто продолжил ту же жизнь. Я поступил опять в институт. Ну, соответственно, наркотики я опять стал употреблять не так часто. Возможно, для стимуляции, там, на сессиях. Ну, потом постепенно опять произошла та же ситуация. Они стали меня затягивать. И произошло повторно все. Новый срок – восемь с половиной лет. К хранению и употреблению наркотиков добавился сбыт. Делал закладки. Главным мотивирующим фактом был доступ к наркотикам. Даже больше, чем деньги. Так как я являюсь наркозависимым человеком, мне нужен был доступ к наркотикам. А этот способ открывает многие двери. И так как вы наркозависимые, вам нужно наблюдение на это, да? Ну, соответственно, да. Много ли приносило, что вам обещали за распространение? Ну, обещали много, но почти все, что приносило, уходило на наркотики. Родом Сергей из Тверской области. В Москву на бюджет поступил сразу и не абы куда, а в Московский авиационный институт. На специальность проектирования, производства, эксплуатации ракет и ракетно-космических комплексов. Будущее обещало прекрасную, денежную, интересную работу. Но все планы изменила зависимость. Даже если это не те наркотики, которые вызывают физическую зависимость, все наркотики вызывают психологическую зависимость в первую очередь. И у человека должен быть стальной стержень какой-то, чтобы он не приобщился к этому. Если он попробовал и дал волю своим желаниям. Поэтому лучше, конечно, не пробовать вообще. Выйдя на свободу в первый раз, Сергей восстановился в МАИ и поступил тоже на бюджет в Тверской технический университет. Произошли изменения и в личной жизни. Еще до того, как меня посадили, я женился, у меня родилась дочь. Но на тот момент я просто не осознавал, насколько сильно я ими дрожу. И поэтому не успел выкарабкаться из этой ямы. Меня нашли и арестовали. И так происходит со всеми практически. Долго в этом бизнесе никто не плавает. Статья за незаконный оборот наркотиков сама по себе тяжкая статья. То есть сроки действительно большие. У нас государство борется с незаконным оборотом наркотиков. Соответственно, и меры, применяемые к данным осужденным, достаточно большие. Ну, как правило, от семи и выше лет. Когда Сергей выйдет на свободу, ему будет 33. Почти всю молодость забрала тюрьма. Пагубная страсть обернулась катастрофой. Дочери Сергея сейчас три года. Из них полтора папу девочка не видела. Стыдно было? Ну, безусловно, мне и сейчас стыдно. И всю жизнь, я думаю, будет стыдно за то, что я оставил их одних. Впереди у Сергея годы и годы за колючей проволокой. Сейчас уверен, больше сюда не попадет. Мыслю жизнь свою рядом с семьей. Буду работать, закончу учебу. Возможно, даже здесь я закончу высшее образование. Один из двух университетов, в которых я учился. Работа, семья. Рассказывая эту историю, переломленную наркотиками жизни, мы не теряем надежды, что кого-то она заставит остановиться. Не думайте о себе, подумайте о своих близких. Какое горе и отчаяние принесет им ваша зависимость и наркобизнес. Нужна ваша помощь. 5 февраля пропал Алексей Алексеевич Чугунов, 92-го года рождения. Мужчина среднего роста, худощавые, волосы темно-русые, короткие глаза серо-зеленые. Был одет в бордовую куртку, темно-серые джинсы, оранжевые кроссовки. Просим всех, кто знает о местонахождении Алексея Чугунова, позвонить по указанным телефонам.